По новой брусчатке мимо строительной техники в корпоративный университет правительства Нижегородской области. Еще недавно здесь на Почаинской были горы мусора. Вот наглядное сравнение до-после. Сам корпоративный университет построили в 2020-м. Он начинается с вешалки. Здесь так же, как и в театре, играет музыка. Музыка и книги делают мозг гибче. Книги, кстати, теперь с автографом. Автор его уже в соседнем помещении. Ему демонстрируют нейроинтерфейс, ноу-хау из Таганрога. Это программа по левому шарю, правому, и мы регистрируем ритм. Задача – научиться контролировать свое состояние, уметь расслабляться и концентрироваться. Самое главное, что это тренируемый эффект. От 10 занятий начинается такое уже понимание, привычный мозг с собой управлять. От современных технологий 21 века к истории. Квартал трех свидетелей, который удалось не только сохранить, но и благоустроить. Там, где раньше бывали Горький и Короленко, сегодня Кириенко. Сергей пьет чай с вареньем. До десерта, впрочем, пришлось поработать. За последние три года было разработано довольно большое количество мероприятий для того, чтобы прежде всего сохранять историческую среду. Ну, не только объекты культурного наследия. И поставить под реставрацию, привлечь средства непосредственно к объектам культурного наследия. Далее по обновленному пешеходному переходу в сквер на площади Горького. Там уже цветочки. Привели его в порядок. Уложили новую брусчатку тротуарную. Сделали пандусы для людей с ограниченными возможностями. Поставили новые малые архитектурные формы, лавочки, урны. Заменили полностью освещение. В том числе реализовали там проект «Чистое небо». То есть там нет проводов. Я первый раз в жизни вижу площадь Горького с ровной дорогой. Еще первый раз только зашла. Сейчас надо обойти все посмотреть, проверить. Ну, надеюсь, что будет красиво. По благоустроенной Большой Покровской до пересечения с Октябрьской. Дальше на ретро-трамвае. Как все. В масках и с билетами. У нас было два фуникулера, если вы помните, до революции. Вот один из фуникулеров был в Кремль. И губернатор со своей командой принял решение. И вот этот фуникулер сейчас сделает. Мне это очень интересно. Конечно, можно говорить о Большой Покровской красавице, которая никогда такой не была. Это абсолютно точно. Этих объектов очень много. Самое главное, что город преображается. От площади Народного единства к Кремлю. В Кремле на электрокарах. Колокольня Спаса Преображенского собора – одна из основных видовых точек. Еще одна – Чкаловская лестница. Работы на ней уже завершены. Следующая точка – Нижегородская ярмарка. Здесь наносят последние штрихи. Устанавливают малые архитектурные формы. Рядом собор Александр Невского. Там, кстати, сейчас прибывают мощи святого князя Юрия Всеволодовича. А рядом с собором уже установлен памятник Александру Невскому. Продолжаются работы вблизи Покгаузов. Мы говорим, что главное 800-летие – это весь накопленный опыт и вот такую энергию движения, которая сейчас появилась, использовать для того, чтобы 800-летие прошло, а Нижний в своем развитии не останавливался. Особенно в центре это ярко видно, что город очень сильно поменялся. Я бы хотел, во-первых, выразить уверенность, что мы все задачи выполним. Но еще у меня есть мечта, что все те скептики, которые до сих пор говорят, что они ничего не успеют, все сделают, тяп-ляп, все развалится, все, значит, обрушится, чтобы когда этого не случится, чтобы они не обозлились дополнительно, а порадовались за свой город и сказали, как же здорово, что мы были неправы. Надежда Щукина, Время новостей.